Это должно было случиться. Слава богу, это случилось так поздно. Важно понимать, что даже когда всё покатится по пизде, мы не будем одни. Я как бы сейчас на территории России. Хочу вообще там абсолютно простую жизнь. Пикник, дети, собака. Государство отнимает право на собственное тело. И сейчас это транс-тело, а дальше это может быть любое тело. Меня зовут Ява Солярная. Я новостница в Докса и трансгендерный человек. Владимир Путин подписал законопроект, который запрещает трансгендерный переход. Он уже повлиял на жизни тысяч людей. Это трансгендерные люди, интерсекс-люди, врачи, оказывающие медицинскую помощь, их семьи и друзья. Когда Госдума ещё только начала обсуждать этот закон, одни срочно эмигрировали из России, другие в спешке меняли документы, пока третьи запасались медицинскими препаратами, которые, возможно, больше не смогут купить. Мы записали интервью с тремя трансперсонами. Все они отреагировали на законопроект по-разному и рассказали нам, какой путь выбрали для себя и почему. Ещё мы поговорили об этом законопроекте с двумя экспертками. Первая – юристка и сотрудница правозащитной организации для трансгендерных людей. Вторая – психиатриня. Она возглавляла комиссию, которую проходили трансгендерные люди, чтобы поменять документы и получить доступ к медицинским процедурам. Поскольку теперь ей могут грозить проблемы с законом, мы не можем назвать её имени и показать лицо. Но сейчас в России мы работаем по МКБ-10, международной классификации болезни 10-го пересмотра. Весь мир переходит на следующую же классификацию, более современную МКБ-11. Но мы пока в процессе. Там описаны весьма адекватные диагностические критерии транссексуализма. Их, по сути, три. Это первое – ощущение себя, идентификация себя человеком другого гендера. Это наличие гендерной дисфории, то есть неприятие, болезненная реакция эмоциональная на строение тела, на первичные и вторичные половые признаки, на физиологические функции. И стремление непредавимое поменять строение своего тела, скорректировать в сторону того гендера, в котором человек себя ощущает. А также стремление социализироваться в том гендере, в котором человек себя ощущает. То есть, чтобы мы к нему обращались в тех местоимениях, иметь имя, соответствующее тому гендеру, в котором человек себя ощущает, иметь гендерный маркер соответственный и в обществе быть принятым. Но даже после того, как человек получал справку о диагнозе, он не мог менять документы или делать какие-либо операции. Сначала он должен был пройти медицинскую комиссию. В этой комиссии должны присутствовать три специалиста. Клинический психолог, врач-сексуал, врач-психиатр. Клиники в России, ну как, наверное, в большинстве стран, врачи не могут кричить, как я художник, я так и вижу. Вот у вас аппендицит, а я вот, моя бабушка меня учила по дорожным прикладам. Мы так не можем. Мы обязаны следовать приказам и здраво-клиническим рекомендациям. Соответственно, в 2017 году последние изменения были по этой теме, и вот мы по ним и работаем. Стандарты оказания помощи при диагнозе транссексуализма 564. Сразу, прошу прощения, у трансперсонов, у вас эти термины могут звучать непоректно, но я сейчас рассказываю то, что есть. В этом стандарте также расписана необходимость осмотров врача-психиатра, необходимость обследования и тестирования клинического психолога, а также там прописана обязательность осмотра врача-эндокринолога и прописано в стандарте назначение гормональной терапии, гендерно-ферматильной, как это правильно называется, то есть трансформирующей вторичные половые признаки и внешность людей. Прямо прописаны препараты тестостерона для трансмаскулинных людей, препараты эстрогенов для, соответственно, трансфеминных людей. То есть это практически нам меняется в обязанности, то есть вот у нас были такие предписания, чего нам делать с трансперсонами. Медкомиссия, которую возглавляла наша собеседница, существовала с 2021 года. За это время она успела принять около тысячи человек. В России работали и другие медкомиссии, но точных данных о том, сколько людей к ним обращались, у нас нет. В целом, с 2016 года государство выдало около трех тысяч новых паспортов в связи с изменением пола. Однако еще есть трансгендерные люди, которые вообще не проходили комиссии и не меняли документы. У одних не было такой потребности, другие же давали себе время решить, нужно ли им это, стоит ли им делать операции и если да, то какие именно. До появления этого законопроекта люди могли спокойно планировать эти изменения и копить деньги на необходимые процедуры. Теперь такой возможности просто нет. В этих обстоятельствах некоторые люди выбирают эмиграцию. Меня зовут Амин, я трансгендерный парень. В сентябре прошлого года начал гормональный переход, в апреле этого года сделал бессосочную мастектомию. По работе я НСФВ художник, живу со своей семьей, все из которых являются трансгендерными людьми. Документы ни у кого не сменены. Я, наверное, большой дурак, потому что у меня была возможность, когда я ездил делать мастектомию, я мог пройти комиссию. Я помню, что мне тогда, как будто бы у меня было какое-то чутье, очень-очень хотелось это сделать. Мы не прям супер вкладывались в финансы, но я очень просил своего партнера, но мы, тем не менее, пришли к выводу о том, что это не самая хорошая идея. На данный момент у меня сейчас нет возможности пройти комиссию и сменить документы, потому что я не живу в Москве, и у меня нет денег на то, чтобы поехать в Москву. У меня кредит за мастектомию все еще стоит, и чисто, во-первых, финансово, во-вторых, как бы морально это потянуть вообще невозможно. У нас сейчас приоритет это пытаться как-то найти способ отсюда уехать и собрать деньги на это. Если я буду пытаться в спешке пройти комиссию, есть шанс того, что я банально не успею. Другой наш собеседник уже уехал из России. Сейчас он живет в Турции, где получить доступ к гормональным препаратам намного проще, чем в России. Я решил уехать в прошлом году, в конце прошлого года. Я видел повышающуюся агрессию в мою сторону, эти бесконечные там гляделки в метро от настоящих мужчин в мою сторону. То есть я просто понял, что находясь в этом стрессе, я просто потеряю свое ментальное состояние. И просто гендерная дисфория – это диссоциация, депрофессионализация 24 на 7. То есть это постоянный стресс. И я, например, очень долгое время жил в Динале, я не понимал, кто я. И за год до принятия и вообще, когда я понял, кто я такой, я просто целый год думал о суициде беспрерывно. Каждый день. С утра я засыпался – суицид, вечером я засыпал – суицид. То есть это то, что происходит. При этом в Турции я приехал, и здесь, например, я могу без рецепта получить, просто зайдя в аптеку, купить свои гормоны. Тут еще важно понимать, что я транс-маск человек. Я уже после удаления груди второй год на гормонах. Меня здесь никто еще ни разу не называл другими стоименем. Типа никто на меня не смотрит. Ну, типа, да, я какой-то странненький, да, но у них нет представления о том, как же должен выглядеть настоящий славянский мужчина. Я просто беру гормоны в аптеке без рецепта и не плачу за прием врачу, и все. То есть если мне нужна какая-то медицинская помощь, я все еще пока что, я надеюсь, смогу обратиться к своей эндокринологине в России, там, да, сдать какие-то анализы и пройти чкапы, и просто, ну, там, сверять, что со мной все хорошо, как я обычно это делал. Вот здесь все эти возможности у меня остаются, плюс просто бесплатный доступ к лекарствам, и они еще и дешевле стоят. Документы, ну, хрен с ним, что, годы менять уже где-то в другом месте, в другом мире. По данным правозащитной организации Килькот Действия, 90% трансгендерных людей не могут или не хотят уезжать из России. Переезд часто сравнивают с самим переходом. Это такой же долгий и сложный процесс, который требует денег, адаптации, несет в себе риски и иногда не оправдывает ожиданий. Мы поговорили с Анной Ярошенко, юристкой, сотрудницей российского Килькот Действия и немецкой организации «Квартира» о том, может ли миграция стать выходом для трансгендерных людей. Перевести всех, к сожалению, нельзя. И как бы мы ни хотели, и как бы мы ни ставили для себя эту задачу, это просто невозможно, потому что у самих людей не было и не будет такой универсальной потребности. Поэтому мне очень интересно читать Карена Шиняна при всем моем невероятном уважении к этому человеку, который говорит всем трансгендерным людям, просто уезжается. Вы переедете в ситуацию, в которой, скорее всего, у вас осложнится ментальное состояние, скорее всего, вы не будете знать язык, скорее всего, вы будете испытывать другие стигмы, потому что вы будете еще и мигрантом. Вы будете не просто транс-человеком, вы будете транс-мигрантом. И это очень-очень-очень страшная ситуация. Поскольку мы немецкая организация, для нас важно не просто перевести людей и выкинуть их в это неизвестное море. Для нас важно дать им ресурсы интеграции. И мы прикладываем усилия для того, чтобы прямо сейчас наладить контакты с лицами, принимающими решения. С точки зрения миграционной административной политики в контексте, в частности, Германии, но на самом деле за ее пределами, мы надеемся, что в течение нескольких месяцев мы сможем установить такие контакты, которые позволят нам предметно говорить о каких-то программах. Или, во всяком случае, предметно же заявить, что в тех ситуациях, в которых мы находимся, это невозможно. На самом деле, новый закон не устанавливает абсолютного запрета на медицинские вмешательства, связанное с полом и гендером. Там есть оговорка о том, что медицинские вмешательства допустимы для детей с врожденными аномалиями, связанными с формированием половых органов. Аномалиями здесь считаются интерсекс-вариации. Например, когда человек рождается с яичниками и с половыми органами, напоминающими мужские. Но это лишь один из примеров. На самом деле, вариантов может быть много. И в таких случаях родители вместе с врачами, без согласия ребенка, могут решить, какой у ребенка будет гендерный маркер. Если объяснять совсем упрощенно, решить, кто же именно у них родился. Сын или дочь? В этом заключается абсурдность нового закона. Он запрещает совершеннолетним людям решать, что делать со своим телом, при этом поощряя калечащие операции для несовершеннолетних. Мы поговорили об этом с Альмио. Он родился с интерсекс-вариацией и теперь опасается, что новый закон позволит нализать ему конверсионную терапию. Моя мама очень за меня волнуется. И правильно она делает в этой ситуации. Она очень боится, что у нас будет принимать конверсионную терапию. А у меня как бы целых два пункта для конверсионной терапии. Мало того, что юридически я трансгендую, у меня диагноз F64.0 все равно есть. И из-за того, что я интерсексуал. То есть могут и на ЗГТ насильственно посадить. Никто как бы не знает, что будет дальше. Генетически у меня тетрагометный химеризм и ложный герматофродитизм. Внешне это проявляется, так как у меня там гениталии промежуточного типа. И мне очень повезло родиться в семье врачей. То есть они сразу знали, что со мной, без какого-то ужаса. О боже мой ребенок какой-то уродец. С ним надо что-то срочно делать. Мои родители понимали, что как бы это не смертельная вариация. С этим можно жить. Самое главное социализировать ребенка. Но так как у нас в России есть негласные правила всем интерсексуалам ставить женский гендерный маркер в паспорт, мне поставили его. При достижении 18 лет мне поменяли гендерный маркер. Сейчас я хожу как бы с мужским гендерным маркером. У меня окончательно все документы были сменены к апрелю 22 года получается. И до меня, скажем так, докопался военкомат. То есть я учу сейчас в университете. Понятное дело, что всех в мае опрашивали мальчиков, заставляли ходить в военкомат. Пришли ко мне и спросили, а у тебя вообще есть приписное свидетельство? Я говорю, ну нету, конечно же. Типа паспорт получен две недели назад, какой приписной. Но мне сказали, иди в военкомат. Выхожу туда осенью и просто начинается целая эпопея. Она закончилась буквально только вчера. Мне обещали, вот мы тебе поставим категорию D, принеси нам все документы. А у меня все документы есть, там все выписки с Т-центра, все вообще. Я им все это приношу и жду, когда они мне сделают приписной. Они мне его не сделали. Они мне категорию D не поставили. Мне потом сказали, ну раз такое дело, раз ты интерсексуал, мы поставим только категорию V. То есть в случае какого-то конфликта будешь служить. И дали направление в психиатрическую лечебницу. Мне пришлось туда походить в течение нескольких недель, в результате чего мне поставили диагноз F21. То есть шизотипическое расстройство. На основании того, что я не собираюсь сидеть на заместительной гормональной терапии. Короче, я не собираюсь проводить маскулинизирующие какие-то либо процедуры. И для врачей, которые, мне кажется, очень близки к конвенционной терапии, судя по риторике, это было каким-то нонсенсом. То есть не то, что они видели в первый раз трансперсону. Они в первый раз столкнулись с трансперсоной, которой нравится своё тело по каким-то причинам. И которая не хочет идти и кушать гормоны или проводить какие-то операции по каким-то личным своим убеждениям. И все мои убеждения, я не хочу просто потому, что я не хочу. Они говорят, ну как же так? Получается, вы поменяли пол из протеста? Да нет, это моё личное желание. Короче, всю мою риторику того, что я использую мужские местоимения, и поэтому мой гендерный маркер подсменён только для того, чтобы не возникало конфликта. У вас же женский гендерный маркер, почему вы требуете к себе мужских местоимений. Их не удовлетворил, и теперь я сижу с диагнозом F21 с припиской о том, что у меня навязчивое желание идти против гендерных установок. Работать я как бы смогу на определённых должностях. То есть понятное дело, что маловероятно, что меня допустят с работы с детьми, и я не стремлюсь к этому. Но меня возмущает даже не то, что факт, что мне поставили это расстройство. У нас очень много, очень много кому ставишь из-за типической расстройства. Меня возмутил тот факт, как они это аргументировали. Аргументация в тему того, что вы не соответствуете гендерным нормам? Ну так я им с рождения не соответствую. Опыт людей, половые признаки которых не вписываются в строгую бинарность мужчин и женщин, показывает, что система была нетружественной и до того, как депутаты придумали этот закон. Теперь всё стало ещё хуже, потому что закон о запрете трансперехода поставил многих людей в ситуацию сейчас или никогда. Им пришлось в спешке принимать решения, которые влияют на все аспекты их жизни. При том, что спешка и неподготовленность могут принести много вреда. Есть ещё, скажем так, социальные разные моменты, по которым иногда мы просим людей чуть подождать с прохождением комиссии. Хотя это не включено в МКБ, не включено в стандарты, но это диктуется какими-то гуманными соображениями и беспокойством о судьбе наших юных. Трансперсон. Например, когда мы знаем, что человек полностью зависим от семьи, семья непринимающая, у человека нет собственного источника дохода. И мы говорим, ну слушай, ну как же это ты будешь? Ну, родственники из дома выгонят, ну куда? Что можно подавать? На психотерапию походишь, у тебя депрессанты попьёшь. Дождёшься чуть-чуть какой-то автономии, независимости, чтобы позволить себе, может быть, когда отделишься с родителей, чтобы уже их, опять же, позанимавшись с психотерапевтом, сформулируешь, научишь, вы растучитесь, ты сможешь делать каминг-аут и как-то вот, чтобы этот переход был безболезненным в плане социальных отношений, бережным был для социализации трансперсона. Плюс, если у трансперсона удалены собственные гормонопродуцирующие органы, часть трансперсона делает такие операции для того, чтобы свои гормоны не противоречили с гормональной терапией, и это позволяет снизить нагрузку на организме, уменьшить количество внешнепоступающих гормонов, то если они не будут получать гормоны извне, они останутся всем без гормонов, а организм не может жить без половых гормонов, у него должны быть либо такие, либо такие, а без никаких этот человек будет очень сильно болеть. То есть люди оказываются, для них это действительно заместительная гормональная терапия вместо своей. Эти люди теряют эту способность, испытывают тяжелые депрессии, и вообще их уже надежно налаженная жизнь скатятся в никуда. Это помимо того, что какое тяги они испытывают люди до перехода, осознавшие себя трансперсонами и стремящиеся к этому. У нас еще есть трансперсоны, уже, можно сказать, успешно прошедшие. Переход, социализированные, счастливые, работающие, живущие. С ними-то что, да? Мы, как говорится, отвечаем за тех, кого приручили и полечили. Почему им-то мы сейчас вдруг вне закона-то оказывается помощь, не очень понятно. А сейчас получается, что у нас вот этого времени, которое помогло бы адаптироваться человеку в социальном плане, его как бы нет. Потому что человек либо он сейчас это делает, либо он остается. Особенно в фактовой ситуации те, кто начали, допустим, гормональную терапию, у них уже начались внешние изменения, гендерный маркер не поменен. И как мы, куда мы вообще оставим бородатого мужчину с жертвым паспортом, я извиняюсь, конечно. Но вот так это примерно и выглядит. Жить, как ему устраиваться, устраиваться на работу, как ему вообще садиться поезда и самолеты, когда каждый раз там следствие ведутся на такие, почему паспорт не соответствует тому, что перед нами. Вот, в общем, вся нормальная, стабильная работа, она, конечно, была сбита вот этим всем. И люди проходят переход в очень стрессовые ситуации. Очень многие просто, вот, честное слово, я бы их не знаю, в деле не невроза бы даже полечила. Мы очень многим выписываем препараты, потому что люди просто в отчаянии, люди просто, приезжали люди, много людей после суцедальных попыток. То есть, первая реакция на то, что они прочитали, все, жизни больше нет. Сейчас государство фактически объявило существование нас, трансгендерных людей, вне закона. И это при том, что в России мы и так регулярно сталкиваемся с неприятием со стороны общества, а иногда даже со стороны семьи. В таких обстоятельствах на первый план выходят связи, которые мы выстраиваем сами, так называемая выбранная семья. Это наши близкие и друзья. Это окружение, которое принимает нас безо всяких но и если. Самое правильное решение, которое я принял в своей жизни, было уехать из моего родного города, от моей семьи и начать жить неконвенциально. Что меня сейчас удерживает, это то, что другие люди, моя семья, не родные, но моя семья, они держат ответственность за меня, и я держу ответственность за них. И даже если, когда мне вот прям абсолютно плохо и всякое такое, я могу сказать, что я ничего с собой не делаю, потому что я беспокоюсь за них. Раньше мне было наплевать, я думал, что если меня не станет, всем будет пофиг. Но сейчас я нашел тех людей, которым не будет пофиг. И, ну, наверное, это не самая лучшая причина для того, чтобы оставаться вживым, но, тем не менее, для меня оно очень работает. Я знаю своих ребят с 15 или 14 лет. Я познакомился с ними онлайн, когда оставлял очень гневные комментарии в Сэгэгэч, стереотипное говно, что вроде как был такой вот паблик. Начали общаться в интернете. Я из очень бедной семьи, ребята мне периодически помогали либо финансово и всякое такое. Я, в принципе, никогда не боялся просить помощи. И, в принципе, это одна из причин, почему я из своего села, из своей ситуации выбрался. Мы периодически даем также какое-то временное укрытие другим квир-людям. Например, с нами сейчас живет человек, которого я прям другом не могу назвать, но ему нужна временная помощь. В принципе, вот так вот. Помимо этого, огромную роль играет поддержка со стороны транс-сообщества. Потому что сообщество остается. Остаются организации. Остаются союзники и союзницы. А самое главное, остаемся мы. Мы существуем. И мы не исчезнем из-за того, что в государстве принимают очередной людоедский закон. Есть Т-действия, есть Т-центр. Это разные организации. Они занимаются разными вещами, но все они направлены на то, чтобы нас поддержать. Можно найти врачей, психиатров, психологов, вообще любых специалистов, даже специалистов по лазерной эпиляции, специалистов, которые помогут поставить голос. И есть чаты, чаты по городам России, по разным странам. Короче, лесбиянки и трансы спасут мир. Все. Все, что я хочу добавить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин